Вот вроде все закончилось, но мне машины понравились, классно. А что, цвет здесь классный, да? Зато как все видно-то. Ладно, пойдем собираться домой. Всем привет, дорогие друзья! Илюха Зверев с вами, и мы начинаем влог. Давно вас ждали вроде, да? Ну, погнали! Привет, ребята! Сегодня я хочу вам предложить канал, на котором ведущая субъективно и с юмором рассказывает о примерах кино, о ваших любимых актерах. Ну, уже на канале довольно-таки много выпусков. Делают подборки фильмов, также можно найти видео про каких-то режиссеров и прочих киноштуках. Как сами видите, качество видео на высоте, ссылка на канал будет в описании. Проходите и подписывайтесь. Поехали смотреть дальше влог. Я опять в своей глюциногенной футболочке. Это как на ютюбе есть такая тема. Включаешь 3D, он как-то самообрабатывает, и вот очки одеваешь, которые синие и красные. И типа получается 3D, полная хрень. Ладно, о чем это я? Во всю пользуюсь штативом, который вот привезли. Точнее, я его заказал и его привезли, соответственно. Очень удобная тема. Для маленького, для большого фотика прям все идеально. У меня тут теперь пляж, наверное, Таиланда. Видите, какая прикольная заставка, тоже анимированная. Вот на Mac в чем плюс? Можно ставить анимированные заставки. То есть у меня тут рабочий стол и море там плещется. Еще и на второй экран продолжать. Ну вот придет переходничок, можно и на третий экран можно будет сделать. А сегодня я занимался тем, что снимал обзор на вот эту вот док-станцию. Это, да, это, наверное, можно назвать док-станцией, нежели колонка. Док-станция-колонка. Боуз. Очень прикольная тема и очень красивая. Так что скоро увидите. Еще у меня же тут ДР было, если вы пропустили 16 января. Исполнилось мне целых 29 лет. Охренеть. Но это пока еще не так, наверное, выносит мозг, потому что, когда, видимо, настанет 30 лет, вот эта вот цифра, наверное, начнется четвертый десяток. У-у-у, круто. Ладно. Я вообще на самом деле на ДР ничего не записывал, просто хотел, чтобы этот день был мой. То есть не ваш, никого его не показывать, чисто был мой день. Ну вот, что сохранилось, только вечером один, я не знаю, кадр заснял видоса. Вот он. А вот это что за оружие такое? Это на кого-то из них должно надеваться. А их можно есть? Нет. Жалко. Да. Иду. Жена знает, чего хочет муж. Вот. Да. Я же сейчас это загоняюсь по Звездным войнам. Особенно по Battlefront. Вот теперь у меня в коллекции еще будет C-3PO и R2-D2. Очень классные игрушечки. Ну так, чисто, знаете, как поставить, чтобы было красиво. У меня же тут еще есть леговский AT-AT. Но я его специально покупал под ролик. Там, по-моему, дело по-своему было. Так бы я, не знаю, не купил бы. Вот. Просто стоит. Тоже прикольно. Знаете, Звездный войн везде. Так, пошел есть. Потому что время уже много. Сейчас 3 часа дня. Мне через 20 минут надо убегать на презентацию. Acer проводит презентацию игровых ноутбуков. Вот. Поеду снимать. Нужно будет затарить свой мега-рюкзачок, который для фото-видеотехники. Возьму свет с собой, возьму камеру. И, наверное, сниму оттуда отдельный репортаж. Ну, что-то мне захотелось. А то я с презентацией обычно во влогах все обещал. А сейчас хочу сделать, может, отдельный репортаж на 3-4 минуты. То есть, все, я пошел. О, мясо и табаско. Чипотто. Точнее, как чипотле, наверное. И как на эту камеру красиво салат смотрится, да? Столько красок. Ну и Симпсоны, конечно. Космический корабль. Вот он тот крутой рюкзачок, который для фото-видеотехники. Как он там? Кульман. Да, Кульман. Здесь можно еще и штатив поставить. Ну, нет, штатив с собой брать не буду. А здесь очень удобно. Все по отсекам можно разложить. Настало время той футболки, которую мы покупали на Пхукете. Marvel. Это Халк. Железный человек. И Капитан Америка. С усиками. Точнее, с этими... Не знаю, с рожками. Ну, тюбань. Все и собрано. Хопа. Только столько веселек получается. По бокам. Что-то прям много. Что-то я в районе 1905 года. Не был уже давно. Тут пять лет ездил в институт. Практически каждый день. Да, учиться. Сейчас вспомнил. А у нас тут все снежок метет. Еле-еле все убирают. Как всегда, за ночь все замело. А утром все откапываетесь. Сейчас направляюсь в какие-то лофты. На карте помню, где находится. А как называется, не помню. Тоже столько мест, всегда разных. Трехгорный вал. Эээ, какое красивое здание. Там, кстати, Москва-Сити вдалеке видно. Да, как всегда, от метро приходится прогуливаться. Не знаешь, куда. Пиар раз здесь вообще иду. Лавочки есть. Но никто не сидит. Холодно, наверное. Перекресток четырех дорог. Не, ну наконец-то зима пришла. Потому что я все жаловался. Где зима, где зима. А теперь вон. И здесь снег. На машине даже специально не поехал. Потому что пробки просто дичайшие. Особенно, когда снег упадает. В Москве вообще ничего не едет. А на метро? Что там, 30 рублей? 30 рублей в обратную сторону. 60 рублей, все, доехал. К хренам запутался. Пошел не туда. Прикиньте, по карте ошибся. Очень сложно там понять, куда надо поворачивать. Ну и ничего. Все учатся на своих ошибках. Будем в будущем внимательней. Вот здесь вообще даже не чистят. Видимо, не работают. Я на этом светофоре простоял минуты две. Ради чего? Ради ничего. Теперь иду обратно. Ух, что-то я заморозился. Как у вас дела-то? А ты что-то влоги перестал снимать, да? Ничего. Пока сейчас на обзорах. Влоги сами к собой придут. Такое ощущение, что это жилые районы. Дома. Народу нету. И здесь где-то презентация. Новой модельки Predator. А главное, что меня интересует. Во всей этой модельной линейке Predator. Это цена в Российской Федерации. Тоже сами понимаете, да? У нас сейчас рубль обвалился. Доллар стоит много. Уже под 78. И цены-то поставляют в Россию, как привозят в доллары. И компьютер, наверное, игровой будет 1300 стоить. А может быть и больше. Почему бы и нет? Сейчас он захочет на Apple Rus. И Macbook Pro. Ой, Macbook. Mac Pro можно купить за 350 косарей. Хорошее приобретение. Ну, а здесь я уже частенько на машине ездил. Справа это наш World Trade Center. Здесь финансами заправляют офисы. Так, а мне сейчас на ту сторону. Странно, здесь пешеходного перехода нету. Но есть подземный, здоровенный. Ладно, вызов принят. Давайте так перейдем. Серьезно. Так, ну что, лофты я нашел. Осталось только в них найти еще нужное место. Опять, наверное, какой-то старый завод, который переделали. Ну, было бы прикольно где-нибудь себе такой офис здесь заснять. Комнату красивую. Чтобы видосы в ней снимать. Интересно, сколько здесь стоит это? Наверное, на содержание канала так это не попрешь. Нужны мега супер спонсоры. Чтобы, прикиньте, помещение снять. Его как офис использовать. Тиффани Барк караоке. Ладно, здесь все понятно. Сейчас найду. О, смотрите, какой дождь серьезный, здоровенный. Во дворе не поставишь. О, я нашел. Вон, большая вывеска Predator. Замерз. Так, ну и должно быть здесь. Ну, я пока приехал, уже успел поснимать немножко. Народ собирается. Такая вся атмосфера. Ну, что вы будем говорить? Отдельный ролик увидите. Выложу на канал. Сейчас я вам только покажу. Здесь Predator 17-й, 15-й и еще G3 и G6 в модели. А, и монитор Z35. О, ничего не видно. Вот это так чисто внешне 15-дюймовая модель. Это мега-супер-монитор с закругленными углами обзора. Вот, смотрите, отсюда будет видно. Я не успел запомнить, сколько он здесь. 35 дюймов. Ну, и системные блоки. Справа младшая модель G3. А слева, она, видите, немножко побольше. G6 стоит. И потолще немножко. Ну, а для любителей, вот он 17-дюймовый игровой ноутбук Predator. Сегодня, так понимаю, здесь будет некая активность. Наверное, хищника пригласят. И вот здесь вот все, наверное, будут играть в квест какой-то. Ну, скорее всего. Там видите, как темно. Ну, и камера хреново снимает с темноте в такой. Красиво? Вот, вся тусовка. Ну, что-то пока ничего не изменилось. Стало только холодней, а свет все такой же красный. Ждем начала перфоманса. А потом нам будут рассказывать. Надеюсь, это дым здесь такой пускают. Будут рассказывать про компьютеры. Вроде все собрались. В любом случае, представляем лучших из лучших. У нас презентация в самом разгаре. Стоим, слушаем. Так, ну, здесь свет включили. Вот еще раз вам. Это G6. У него подсветка по бокам есть. И там три видеокарты на выбор. Это G3. Он немножко поменьше. Здесь подсветки нету. Ну, цены там, кстати, нормальные. Ну, ладно, этот ролик посмотрите. Сейчас я его смонтирую. Может быть, там через пару дней выпущу. Монитор. Вот это, конечно, огонь. 35 дюймов. Но стоит 90 тысяч рублей. Это вот единственный минус. Тоже неплохой монитор. Рамки очень маленькие. Очень круто. Скорее всего, это 4К монитор. Нет, не похоже. Не похоже на 4К. Так. Сейчас я разберусь. А может быть, это и 4К монитор. Потому что вот он самый левый. 27 дюймов. Ну, красиво. А клавиатуру здесь используют Logitech G103. А у меня дома G910. Первый раз делаю сам. Это охлаждающая пластина. Я так понял, там еще один вентилятор включается. Да, вот этот мне понравился. 980М стоит. И вот этот охлаждающий пластин еще вставляется. Класс. 17 дюймов. Ну, вот вроде все и закончилось. Ну, мне машины понравились. Классно. А что, свет здесь классный, да? Зато как все видно-то. Ладно, пойдем собираться домой. Что-то мы пока разболтались. Смотрите, как красиво там. Это что, живые люди, что ли? Интересно. У-у-у. Стремно. Вот светосилу у фотика прикольно. Здесь вообще очень темно. Но фотик все видит. Кстати, обычный проектор. Хопа. А здесь изображение получается. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что здесь интересного. Мне тут никто не схватит. А, так это не настоящие люди. Вот он еще. Смотрите, какие чучелы. У-у-у. Ну, выглядит прикольно. Стремно, главное. Такое-то. Темная сторона силы. Ну, ничего так. Прикольно, прикольно. Дому себе надо такие пушки цветовые поставить. Было бы красиво. Ну что, все закончилось. Осталось только приехать домой. Посмотреть то, что я там наснимал. И сделать из этого видеоконфетику. Стандартный этот, как его, завод. Который переоборудовали во всякие лофты. Очень интересно. Напротив того места, где была презентация, есть банный комплекс. Что-то прям в баню захотелось. Ну, какая-то не в общую. А в свою. На даче буду скорее поехать. Ладно, все, увидимся с вами дома. В метро снимать не буду. Магия монтажа. Магия монтажа не удалась. Проходили гостиницу в Украину. Решел быстренько заснять. Ну, красиво же, че. Так у нас зеленый, че мы стоим, пойдем. Мы сегодня даже проходим мимо белого дома. Сейчас еще надо фотку в инстаграм запилить. С этим сразу. С геликом ААА. А это, наверное, работник приехал тут на тротуаре, где запрещено, припарковался и работает. Наверное. А смотри, какой у нас парк есть. Никогда не видел. А это получается какой-то, может... Я бы сказал, что это детский дом. Офисный центр, наверное. Дети катаются. И это государственное здание. Буду я сегодня в этой футболке все дома ходить. Ну, просто нравится она мне. На видео она не так прикольно может смотрится из-за моих форм. Мы еще елку не убрали. Вот что. Сегодня решили на нее посмотреть. И завтра, наверное, ее разберем. Нам тут еще друзья подарили очень классные штучки. Это игрушки. Так, что сказал? Штучки. Почему сразу нельзя было сказать игрушки? В виде печенек. Вот у нас теперь такой снеговик печенька. Печенька печенька. Можно его Андрюшу назвать. Не знаю почему-то. Вот так захотелось. И вот наши печеньки, которые из магазина Валеройнбах. В следующем году чем-то тоже там тупим. Приконненькое. А вечером очень хорошо заходит чай. С сахаром, с лимоном. Ну и черненький. Так. А ну-ка. Так, какой сегодня будет у нас? Наверное, зеленый цвет. Да. Ну и магия. Вообще крутяк. Илюха молодец. Никто не похвалит. Только сам придется себя хвалить. Вообще красота. Какой себе рабочий соус создал. Прям вообще сам кайфует до сих пор. Это самое главное. И клавиатура классная. Короче, вообще много подсветки. Ну, можно открыть агентство по подсветке. Люди приходят. Говорят, Рео, мы хотим проект от вас. Какой-нибудь подсветки. Такой, знаете, handmade. Совок-стайл. Да ладно, это что. На самом деле, прикольная идея. Но многим кажется, что это совок. Ну, я могу рабочие места разрабатывать. Потому что, вот видите, моя идея с пробковой доской. Точнее, это не доска, это пробовое покрытие. Пока еще даже сюда ничего не привесил. Но, кто знает, что у меня там в следующем году захочется. Вообще круто. Пишите мне на разработку дизайна. Скину это. И бюджет еще. Эй, так это еще не все. Вот, зеленая тут есть. Сейчас она нагреется. Блин. Вот так вот надо ее сболтать. Нагреется и будет ла-ва-ля. Ну. Всем хочу сказать спасибо, что сегодня досмотрели влог. Сейчас его, наверное, закончу. Потому что, все, на сегодня хватит. Все, видите. Заснял, съездил. Там от снял. Приехал, заснял. Прям, молодец. Да на самом деле, влоги снимать несложно. Снимаешь вот все, что есть. Это, наверное, самое простенькое, что вообще можно заснять. Без всяких подготовок. Самые простые видео. И почему-то они вам нравятся больше всех. Вот и факт. Как-то происходит. Что такое? Что? Ладно, давайте с вами чертнемся. Спасибо. Чаек. Сейчас заставлю компьютер смонтировать видео. Самое трудное, что на этом компе можно делать, это монтировать видео в разрешении 4К. Потому что iMac 21,5 дюйма, i5 2,5 ГГц, Intel Core, i5 16 ГБ оперативной памяти, не справляется с поставленной задачей. 4К здесь очень сложно монтироваться. И, не знаю, долго. 1080p вообще прям в лед. А вот 4К проблемы. Ладно, все, ребят, давайте. Будьте умниками, живите осознанно. Елочку завтра разберем. И до следующего влог декабря. Вот так вот. Ну, год прилетит, как всегда, знаете, очень быстро. Вот только разберем. Че погасло-то? Разберем. Сейчас, че, уже конец января. Знаете, вот, мне оказывалось, только праздники закончились. Все, уже конец января. Сейчас февраль уже. Март, апрель, май, июнь, июль. Все, опять. А там еще в следующем году. Точнее, в этом году. Да, нет, в следующем году уже. Круглая дата будет. 30 лет! Надеюсь, в 30 лет я буду еще умней. Намного опытней и прикольней. Наверное, так. Ладно, все. Давайте, пока. Пока.